От команды ТУВЕ сегодня на пресс-конференции присутствует главный тренер Владимир Андреевич Никитин, как по традиции, но и дабы была этакая ротация, как бы было принято, один из предыдущих наших игроков, полузащитник Тимур Кападзе. Владимир Андреевич, несколько традиционных слов накануне этой встречи, потом уже вопросы от журналистов. Владимир Андреевич, несколько традиционных слов накануне этой встречи, но в то же время и непроходимых соперников еще нет. Поэтому завтра будет игра, я думаю, что такая равная игра будет. Соперник очень такой, мы посмотрели уже и игры предыдущие. Очень так, уже два лета они прошли, прошли хороший шторм австрийский, в чемпионате уверенно действует, но играет современный футбол, играет современный футбол, организованный, боевой, боевой, нейротехничный, нейротехничный футбол. И на втором этаже тоже много борьбы, поэтому предстоит очень серьезная борьба. Спасибо. Владимир Андреевич, вы можете такой вопрос, сколько вы матчей посмотрели соперника, и вопрос такой, выделите, пожалуйста, самую сильную линию соперника, или игру соперника, это игра в контратаках, позиционная игра или стандартные, чего вы больше всего опасаете? Самое сильное, это то, что они могут перестраиваться, перестраиваться из одной игры в другую, то есть организованно играть и в обороне, и прессинговать могут прилично. Шторм они на выезде, штурм они на выезде, активно игрой, прессингом они подавили, можно сказать, в первом тайме, забили гол, потом отошли, оппозиционно оборонялись. То есть они еще ни одного гола не пропустили. Это говорит о чем-то в четырех матчах. Ну и в принципе есть игроки, тактика игры, я же уже говорю, игра вверху хорошая, техника нормальная. То, что атакующие действия тоже проводят очень неплохо. Агрессивно и в контратаке, и позиционной атаке, и стандартные, все присутствуют. А, Владимир Андреевич, по составу, как у нас там медли травмированных, кто пропускает оппозиционных, карточки? Ну, у нас всегда кто-то травмированных есть. На данный момент есть такие микротравмы. Сейчас у нас занятие, доктор вечером уже окончательно будет. С утра еще проверим. Вернее, к обеду определимся, одни слов, завтрашний матч. Хорошо, спасибо. Санкт-Петербург, судя по просмотрному видео команды, может оценить их физическое состояние? Ведь у них сейчас сезон тоже, мы раздали, и никогда не сыграли. Ну, у них игра строится на хорошей физической подготовке. На такой скоростной работе, борьбы очень много. Все, что мы видели, они игры проводят на хорошем уровне. Хотя, игры у них тоже довольно хороший график. Ну, в смысле, плотный график. Игры, как говорится. У них плотный график. На сегодняшний день плотный график. Вот на выезде они будут уже в лучшем положении. У нас будет игра, у них не будет. Тимур, такой вопрос. Вчера шахтер, можно сказать, сделал уверенный шаг в эту группу Лиги Европы. Вот в связи с этим вопрос такой. Не будет ли давить на игроков, не наоборот, помочь игрокам, что мы сделаем то же самое, а давить психологически на игроков вот этот факт? Да, я не думаю. В первую очередь хочу поздравить шахтера с выходом. Ну, не с выходом, а с такой уверенной победой, с таким заделом. Что давить, наоборот, нас еще больше настраивает. Что даже стремится, как бы шахтер показал своей игрой, что можно выигрывать и проходить дальше. Так что мы тоже завтра, дай бог. Завтра на ноль, и чем больше забьем, чем лучше. Все. Спасибо, дай. Спасибо большое за отличное бывшем пейте, вот хотелось бы поговорить, а и за вот этот третий квалификационный раунд Лиги Европы. Также вопрос. Я посмотрел несколько букмирских контор, и АКТБ у нас является явным фаворитом. Ну, Тимур, считай, что ты АКТБ таким явным фаворитом в этой футболе? Ну, это будет очень сложно. Я хочу сказать, что слабых соперников нет, никого не боимся, но всех уважаем как бы. Из-за этого исландцы тоже какие-то задачи перед собой ставят. Что кто-то сейчас явно мы фавориты или еще, так не могу, верно говорит, но мы как бы настраиваемся. Будет тяжелая игра, завтра игра покажет. За это заранее, что мы выиграли или еще что-то, что мы сильнее, это не может на поле, все в 90 минут, кто будет лучше готов, кто будет больше сражаться и играть, тот и выиграет, я думаю. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. А, Владимир Владимирович, что для вас возникло для тренера в завтрашнем матче? Сыграть на ноль или забить как можно больше? Самое главное – это показать качественную игру в обороне и в атаке. И потом уже ждать вот этого окончательного результата. Я имею в виду, когда будет качественная игра, тогда будет сзади ноль и забить и мячить. Качественная игра, ответственная игра, раскрепощенная игра, качественная. Я просто хотел уточнить, качественная игра самому себе, ну, вы сами знаете, не гарантирует никогда, как это хорошо, так как это не обладает. Как правило, гарантирует. На что мы будем так ориентировать? Сделать зайдем как с актерами, которые сейчас упомянули. В первом матче сразу 3-0 и будет у меня неспокойно. Или все-таки, как вы говорите, рационально? Мы должны быть предельно агрессивными в завтрашнем матче, потому что нам надо забивать голову. Но мы должны не пропускать, потому что это гол за два будет. Гол за два. Поэтому мы должны быть предельно агрессивными и в атаке. И предусматривать контратакующее действие соперника и стандартные положения. Все, что нужно. Домашняя игра накладывает отпечаток вот этой ответственности. На выезде надо забить, и тогда сразу ты уменьшишь преимущество. А дома нельзя пропускать, потому что ты теряешь преимущество. Ну, если брать нападающих, там есть нападающие, которые так вот, таранового типа, которые могут и в дриблинге сработать, на скорости. Я думаю, что индивидуальности там есть нагреты. Но не играя, там девятый номер, который, в принципе, такой центр форвард. В этой игре, в домашней будет играть. Но есть еще два форварда тоже больших, которые решили исходить со штурма. Могут и обвести, могут и индивидуально. И в то же время дисциплинированные игроки, которые отрабатывают и в обороне. Есть центральные защитники, которые мне понравились по пленке. Есть опорник неплохой. Но все это, конечно, по телевизору надо посмотреть ближе, при глазах. Игра на игру. Владимир Владимирович, вот считается, что в Европе вы плотали, преимущественно играть лучше на выезде первые. Но в данном случае для нас это лучше, что мы дома играем? Или же все-таки... Я думаю, что на выезде лучше играть, потому что во втором матче ты уже знаешь, какой конечный результат нужен в домашнем матче. У тебя и политики поддерживают, и вообще общее поле, и все, так сказать, и город, и каждая кочка поддерживает. Поэтому легче играть, конечно. Но Шахтер показал, что дома тоже нормально играть. Если забиваешь голы, соответственно подходишь. Ваши партнеры проводили какие-то аналогии, может, развивали, где вы общались с ними по поводу победы четырехлетней дабы, в регион-исланском клубе, в Харфу-Марфью? Нет, ну как услышали, что испанцы, сразу был этот разговор, что мы уже встречались, как бы крупно победили на выезде и дома обыграли. Были разговоры, но это было давным-давно, 4 года там, а футбол на месте не стоит, продвигается. Мы тоже думали, что штурмом будем играть, а, оказывается, не штурмом, а исландская команда. Из-за этого, я думаю, если они их победили, значит, прогресс есть у них тоже, на месте футбола не стоит. Из-за этого завтра будет очень тяжело. Все, спасибо всем большое. Тренировка в 19 часов начала, первые 15 минут открытой для прессы.